В феврале 2024 года в Тулу поступили 5 трамваев модели 71911ЕМ «Львёнок». Характеристики односекционного низкопольного трамвая «Львёнок». Длина 16,7 метра. Посадочных мест 40. Вместимость 155 человек. Мощность тяговых электродвигателей составляет 288 кВт. Это около 390 л.с. Трамвай оснащён системой автономного хода. Он может преодолеть до 1,5 км без подключения контактной сети. «Львёнок» – это полностью переработанная версия трамвайного вагона 71911 «Ситистар». На поставку трамваев «Львёнок» действует 6 контрактов. Два контракта были заключены в 2022 году с Пермью и с Курском. Четыре контракта заключили в 2023 году. Первый на поставку «Львят» в Санкт-Петербург. Второй на поставку «Львят» в Волгоград. Третий в Новотроицк. И четвёртый на поставку одного «Львёнка» в Саратов. Производством трамваев «Львёнок» занимаются два завода компании ПК «Транспортная система». На Тверском механическом заводе электротранспорта делают кузова, а также производят сборку и испытания трамвайных тележек. А на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. С 2019 года ПК «Транспортная система» произвели и передали заказчикам 252 односекционных низкопольных трамвая «Львёнок». Теперь давайте посмотрим на географию поставок. Первыми в 2019 году «Львят» получили «Улан-Удэ» и «Пермь». В 2020 году «Львята» поступили в Ижевск и Ульяновск. Затем в 2021 году «Львят» получили Москва, Череповец и Красноярск. А в 2022 году «Львята» начали ходить по первому в России междугороднему трамвайному маршруту Екатеринбург-Верхняя Пышма. В 2023 году «Львята» получили Тула, Курск и Новотроицк – город, кстати, с населением менее 100 тысяч. В ближайшее время трамваи 71911ЕМ приедут в Санкт-Петербург, Саратов и Волгоград. Таким образом, количество городов, эксплуатирующих «Львёнка», увеличится до 14. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Субтитры подогнал «Симон»